Ветеринарные услуги Ветеринарный кабинет открылся 5 марта по адресу Лесной проспект 51-Б. Спектр услуг здесь тот же, что и на ветстанции на Шуйском шоссе. За единственным исключением – здесь принимают только домашних любимцев. С животными сельхоз назначения по-прежнему нужно обращаться на государственную ветеринарную станцию. Владельцы же кошек и собак и других домашних питомцев уже успели оценить и расположение нового веткабинета, и график его работы. Животных здесь принимают ежедневно с 9 утра до 8 вечера, независимо от праздничных и выходных дней. Это очень удобно, потому что до этого ездили на Шуйское шоссе. Это проблема как для животного, так и для меня. Очень далеко. Сейчас это здорово, что рядышком. Выбор частной или государственной клиники зависит не только от личных предпочтений. Ряд услуг могут быть оказаны исключительно государственными ветеринарными учреждениями. Оформление ветеринарных паспортов на животных. Это проведение профилактических мероприятий по особо опасным, в том числе общим для человека и животных болезням. И выдача ветеринарных сопроводительных документов, которые необходимы для провоза ваших животных. Одна из главных профилактических мер – вакцинация животных от бешенства. В России законодательно закреплена обязательная иммунизация собак от этой смертельной для животных и человека болезни. В преддверии дачного сезона ветеринарные специалисты станции будут проводить вакцинацию животных, в том числе и в специально оборудованном автомобиле, который будет выезжать в разные районы Петрозаводска. Прививку от бешенства русской вакцины сделают бесплатно. Для того, чтобы сделать вакцинацию животных, животное должно быть клинически здорово. Для этого животное надо показать ветеринарному врачу, чтобы был полный осмотр. Обязательно за 10 дней дегельминтизация животного. Кроме того, в этом автомобиле можно сделать и другие прививки, а также чипировать животное. Здесь же выдадут и паспорт установленного образца, который позволит перевозить питомца по территории нашей страны. Специалисты будут работать весь март и апрель с 16 до 19.30. График работы передвижной станции можно узнать на сайте учреждения.